Дорогие друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть и сегодня готовлю восхитительный по-настоящему новогодний десерт. Это нежнейшее мандариновое суфле на мягком шоколадном бисквите. Этот десерт получается таким сочным, освежающим, легким и будет достойным завершением вашего новогоднего застолья. При желании мандарины можно заменить апельсинами, а список ингредиентов, как обычно, смотрите под описанием к видео. В первую очередь в муку насыпаю какао-порошок, разрыхлитель и хорошенько размешиваю венчиком. К яйцам комнатной температуры добавляю соль, сахар и взбиваю до получения светлой пышной массы. Сначала на малых оборотах миксера, потом увеличиваю и минут 8-10 на высоких оборотах. Посмотрите, на поверхности должен оставаться след. Затем частями просеиваю мучную смесь и каждый раз размешиваю лопаткой движениями снизу вверх. Тщательно и очень аккуратно. Беру разъемную форму диаметром 21 см, дно застелила пергаментом и выкладываю тесто. Несколько раз очень аккуратно ударю форму об стол, чтобы вышли крупные пузырьки воздуха. Посмотрите, даже видно, как это происходит. Отправляю бисквит в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. На готовность проверяем деревянной палочкой. Переверну на решетку вместе с формой и дам остыть. Потом извлеку и дам полежать несколько часов. Тем временем приготовлю начинку. Для этого я беру мандарины прямо с кожицей. Отрезаю все лишнее. Если нужно, удалите косточки. Но я обычно беру клементины, они всегда без косточек и очень сладкие. Разрезаю мандарины на 4 части и складываю в стакан. Кстати, количество мандаринов берите на свое усмотрение. Если вы не любите кожицу, значит ее уберите. Но мне кажется, это будет уже не так вкусно. Лично я измельчаю погружным блендером так, чтобы оставались небольшие кусочки шкурки. Они потом похожи на цукаты. Но если вам не нравится, значит измельчайте до однородности. У меня получается примерно 250 миллилитров пюре. Выкладываю его в небольшую кастрюльку. Добавляю сахар. Варю на медленном огне, постоянно помешивая. Можно сюда добавить ликер или коньяк. После закипания я варила где-то минут 20, ориентируясь на мягкость кусочков кожицы. Примерно 1 столовую ложку с горкой пюре я отложу отдельно. Желатин заливаю водой. Свой желатин готовьте к работе согласно инструкции на упаковке. Лично мне нужно дать ему набухнуть, а затем нагреть. Далее беру творог любой жирности. Добавляю сюда сахар по вкусу. Ванильный сахар. И сметану. Ее лучше взять погуще. И при помощи погружного блендера превращаю в однородную массу. Выкладываю сюда мандариновый джем. Выливаю остывший желатин. И размешиваю погружным блендером. Бисквит у меня отлежался несколько часов. И теперь аккуратно острым ножом срезаю самую верхнюю часть. Вот эту пленочку. Можно ее просто счистить руками, если удобно. В отложенный мандариновый джем добавлю горячую воду и размешаю. И затем кисточкой нанесу всю эту массу на бисквит. Кстати, бисквит можно испечь заранее. Хорошо его остудить, завернуть в пленку. И хранить в холодильнике несколько дней. Вокруг коржа устанавливаю кольцо. И укладываю полоски, вырезанные из обычной канцелярской папки. Которые мне заменяют ацетатную пленку. Сверху выливаю мандариновое суфле. И отправляю в холодильник до полного застывания. Далее разведу желатин уже для верхней части торта. Ну вот, я вижу, что суфле застыло. На это у меня ушло примерно полтора часа. И теперь, по возможности убирая вот эти белые ниточки, я укладываю сверху дольки мандаринов. Ну, естественно, они должны быть без косточек. Желатин я нагрела и прямо в горячий кладу сахар. Сок лимона. Кстати, можно сделать и мандариновый. И какой-нибудь ликер. И прямо кисточкой, мне так удобнее, распределяю желатиновую смесь по долькам мандаринов. Можете заливать ложкой. И, кстати, этой заливки можно сделать больше, если хотите. Но лично мне больше нравится, когда поверхность тортика не гладкая, а мандарины слегка торчат на поверхности, создавая рельеф. Торт убираю в холодильник до полного застывания. Затем освобождаю его от кольца и от полосок. Ну вот, получился такой яркий, по-новогоднему нарядный торт. Нарезать тортик лучше слегка теплым сухим ножом. Я нагреваю его над газом. В этом десерте присутствует очень удачный вкусовой баланс. Шоколад и мандарин хорошо сочетаются. Хотя при желании мандарины можно заменить и апельсинами. Бисквит получается мягким и влажным. В свою очередь суфле имеет очень нежную структуру, не похожую на желе. При насыщенном вкусе мандаринов отсутствует горчинка. Впрочем, я думаю, это зависит от сорта. В моем случае десерт получается в меру сладким, поэтому сахар добавляйте по вкусу. При этом он такой легкий и нежирный. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале также и другие рецепты сочных, вкусных и легких десертов. Все ссылки я оставлю под описанием. И еще вы можете заглянуть в плейлист с подборкой новогодних блюд. Ссылку вы видите сейчас в правом верхнем углу экрана. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. Впереди еще много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok